Астрономические обсерватории Казанского федерального университета включены в предварительный список ЮНЕСКО. Письмо с подтверждением данного факта поступило в ректорат от имени директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильда Рослера. К номинации готовились несколько лет. После подготовки необходимой документации заявка на включение обсерватории в список наследия России была составлена в конце 2019 года. Тогда же данную инициативу презентовали президенту Татарстана Рустаму Миниханову. Теперь заявка одобрена на уровне ЮНЕСКО, но для включения в заветный перечень предстоит пройти еще несколько непростых этапов. Интерес для ЮНЕСКО представляет Казанская городская астрономическая обсерватория, находящаяся вдоре главного здания КАФУ и построенная в 1810 году австрийским астрономом Йозефом Юганом Литровым. Еще десятилетия назад ученые Казанского университета, в первую очередь астрономы, вышли с инициативой включения объектов астрономического наследия в номинацию ЮНЕСКО. Астрономия и всемирное наследие. Эти обсерватории сохранили полностью и свой инструментарий, а самое главное здесь продолжаются и научные исследования, и образовательный процесс. Наши студенты физического института получают квалификации в области астрономии и астрофизических исследований. Также особым интересом для ЮНЕСКО пользуется астрономическая обсерватория Энгельгарта. Ее построили за городом, когда казанские астрономы поняли, что в городе становится трудно наблюдать за звездным небом. Чем же наша обсерватория в этом плане для ЮНЕСКО важна? С тем, что она выполняла в свое время научные проекты, совместные с зарубежными партнерами, которые были посвящены исследованию звездных положений, которые были направлены на то, чтобы определять соответствующие астрономические, постоянные. Это были такие крупные международные проекты. Это исторический такой вот факт, что эти были программы выполнены. На данный момент в университете продолжаются работы по включению обсерватории в список ЮНЕСКО. Мы берем в пример Казанскую обсерваторию, чтобы тоже получить номинацию от ЮНЕСКО. Причина, по которой ЮНЕСКО объединяет все эти места, в первую очередь, это вклад в общую историю астрономии. Они следят за тем, насколько хорошо сохранены объекты, как сильно вовлечено правительство в их охрану. И мы считаем, что у Казанской обсерватории большие шансы удовлетворить все эти требования. Во-первых, очень старая обсерватория. Даже две, если иметь в виду Энгельгардскую, этого старого купца, который перестал быть купцом и стал ученым. Это очень интересная, кстати, история вообще. И, кроме того, надо организовать, так сказать, подмогу со всех других стран. Все астрономы должны объединиться для того, что... Так что вам надо иметь, так сказать, связи. Сейчас, когда ценность научных знаний в общественном сознании резко палок, самое время подчеркнуть универсальную ценность для всего мирового развития научных знаний. И здесь мы имеем материальное свидетельство о том, как эта мысль создавалась, развивалась и сейчас стала, по сути, достоянием всего человечества. Я уже говорила, что гораздо проще попасть в список, если сделать общую заявку с другими обсерваториями. Поэтому я предложила обсерваторию Гамбурга в Германии и обсерваторию Ла Плата в Аргентине. Потому что у них есть много общих интересов в исследованиях, переход от старой меридианной астрономии 19 века и каталогизирование звезд к современной астрофизике, которая основана на спектрскопии, фотометрии, астрофотографии и так далее. Это стандарт сегодняшнего времени. Всего лишь одна обсерватория в полном объеме включена. Совсем недавно это произошло, в этом году только. А на самом деле те места силы, места культуры, места науки, которыми являются астрономические обсерватории, астрономические центры, они должны быть, конечно, внесены в список наследия, потому что это действительно те важнейшие элементы нашей цивилизации, нашей культуры, которые мы имеем. Обсерватория и загородные наши как раз удовлетворяют этому. Это и культурное заведение, очень хорошая архитектура. Дальше, образовательный центр большой и научный центр большой. И вот это объединение позволяет нашей обсерватории иметь высокие шансы включиться в систему под охрану ЮНЕСКО. Наша республика обладает огромным потенциалом в изучении и популяризации объектов природного, исторического и культурного наследия Российской Федерации, расположенных на нашей территории. Об этом и свидетельствует результаты системной и последовательной работы научного сообщества Татарстана.